Здравствуйте! После такого хорошего события вручения ключей детям-сиротам и детям, оставшимся без повреждения родителей, конечно, я еще раз хочу подчеркнуть, что мы в этом году сделали, ну невозможно, наверное, 28 квартир будет в этом году приобретено, ну уже приобретены, мы сделали с вами, если вы помните, уже сегодня это третье вручение ключей детям-сиротам, и 13 квартир, мы в стадии приобретения и оформления документов, я не знаю, мы успеем ли вручить ключи до конца года, но то, что квартиры будут уже куплены, это факт уже состоявшийся, поэтому 28 квартир это абсолютный рекорд, наверное, ни один район Ленинградской области столько квартир не приобрел, я хочу напомнить, что эта программа федеральная, поддерживается регионом Ленинградской областью и софинансируется Кингисепским районом в том числе, поэтому из трех источников бюджетов приобретаются квартиры детям-сиротам, и в этом году мне очень отрадно, что я благодарю своих коллег, кто это все в текущем режиме выполнял всю эту работу, и мы получили гораздо большие приоритеты финансирования для того, чтобы достичь такого результата, это важно для наших детей, которые живут без родителей, вот, и на следующий год у нас имели право на такую программу 26 детей, надеюсь, что мы тоже сработаем хорошо, обычная статистика мы приобретали, ну, от 15 до 19 квартир в год, поэтому на следующий год, если мы сделаем хотя бы то же самое, то это будет уже 70-80% успеха, а если повторить такой же подвиг, как в этом году, то это будет абсолютный результат. Я хочу перейти сегодня к одному вопросу, у меня всего лишь один вопрос, это бюджет Кингисепского района, бюджет, который мы будем выносить на слушание, который вынесли на слушание, бюджет, который будем выносить на утверждение депутатского корпуса Кингисепского района и города Кингисепа. В основном, наверное, все депутаты абсолютно четко понимают все цифры, которые заложены в этом бюджете, здесь достаточно большая обширная информация, я думаю, что в печатных изданиях и в интернет будет выложена полностью полная информация, вы ее получите, я, может быть, что-то сокращу, поэтому извиняюсь, но здесь абсолютная цифра, их надо больше зачитывать. Завершается работа по составлению проектов бюджетов Кингисепского района и Кингисепского городского поселения на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годы, потому что бюджет у нас трехлетний, мы его планируем согласно всех регламентов. Администрация района одобрены все основные характеристики бюджетов и все расходы, соответственно. Впервые за последние годы сформированы бездефицитные бюджеты и района, и города. Это связано в первую очередь с необходимостью погрешения бюджетных кредитов, кредитов в банках, которые мы имеем. Я хочу подчеркнуть, что все заимствования мы делали только лишь для того, чтобы софинансировать строительство объектов, которые у нас строятся в городе и в районе. Это, напомню, и городской дом культуры, и ФОК, и ряд других ремонтов и строек. Это в районе, в рамках района, это детский сад в Котельском, это детский сад в городе Кингисепе, который мы тоже скоро будем запускать. Поэтому для всех этих объектов нам приходилось софинансировать до 20, иногда и больше процентов. Поэтому в бюджетах таких средств не было, мы заимствовали. Теперь мы эти заимствования будем отдавать, но хотелось бы и дальше участвовать в региональных программах, поэтому будем эту ситуацию балансировать. И теперь о цифрах. Бюджет района, доходы на 2016 год, доходы 1,577,200,000 рублей, расходы 1,559,000 рублей, профицит 17,800,000 рублей. Основные параметры на 2017 и 2018 годы, они близки к 2016 году, и только единственное отличается тем, что у нас будет увеличиваться профицит для того, чтобы полностью погасить кредитные ресурсы. Собственные доходы района в доходной части составляют 41%, в 2016 году составят 650,000,000 рублей. Это ниже, чем в 2015 году на 69,000,000 рублей. В связи с передачей на областной уровень обеспечения выплат заработной платы для категории младшим воспитателем и административно-управленческого персонала снижение нормативных отчислений НДФЛ бюджет района на 5% произойдет из-за этого. Потому что мы передаем в регион, я немножко буду расшифровывать, мы передаем в регион часть полномочий по выплатам заработной платы в детских садах. В собственных доходах основными источниками поступления являются налоговые платежи. Их доля составляет 78%, это 506,200,000 рублей. Из них наибольшую долю составляет налог на доходы физических лиц 394,000,000 рублей. Это 78% в доле налоговых платежей. Налог взимаевый по упрощенной системе налогообложения и единый налог на отдельные виды деятельности. Это 99,6 миллионов рублей, что составляет 19,7%. Неналоговые доходы запланированы в 2016 году в сумме 144 миллиона рублей, 22% собственных доходов. Расчетная сумма дотации в бюджете Кенгисепского района, которая составляет 105,300,000 рублей, заменена дополнительным нормативом отчисления от налога на доходы физических лиц в размере 5,64% и учтена в общем объеме поступления данного налога. Немножко под расшифрую. Ситуация заключается в том, что вы видите, я акцентирую внимание именно на налоги на доходы физических лиц. То ли он уменьшается при каких-то полномочиях, которые мы передаем субъекту, то ли он увеличивается в связи с тем, что меняется налоговая структура. Соответственно, НДФЛ это тот самый налог, который все мы, это подоходный налог, все это понимают, который все мы платим на территории Кенгисепского района. Он, к сожалению, нам не в 100% приходит в наш район, а частично идет и в бюджет региона, но регион тем самым регулирует. Если у нас изымается полномочия, то у нас снижается НДФЛ. Если у нас что-то добавляется или меняется структура налогов, которые идут в местные бюджеты, то здесь, естественно, это самый поддаваемый регулятор в процентах для того, чтобы собственные доходы могли обеспечивать нашу потребность по нашим полномочиям. Возмездные поступления из бюджета Ленинградской области в проекте бюджета учтены в сумме 927 миллионов рублей. Это как раз те деньги, которые к нам возвращаются. Потому что вся промышленность, вся экономика Кенгисепского района, которая работает, есть много разных налогов и прибыль, и НДС, и налог на имущество, и ряд других-других налогов, которые, некоторые из них в полном объеме уходят в бюджет Ленинградской области, и, соответственно, потом перераспределяются всем районам Ленинградской области по определенной методике. Поэтому к нам вернется 927 миллионов рублей. Это целевые субсидии и субвенции на исполнение государственных полномочий в сфере образования и социальной защиты населения. То есть все, что мы получаем с области в бюджет, не касаемо целевых программ строительства, ремонтов, это в основном, и здесь отражается в моем докладе, это на сферу образования, в основном, естественно, львиная доля на нее и на социальную защиту нашего населения. Несмотря на снижение собственных доходов района, в абсолютных величинах следует отметить ежегодный рост налогового потенциала Кингисепского района. Экономика Кингисепского района стабильно работает и развивается. Это обеспечивает устойчивость бюджета Кингисепского муниципального района. Приоритетными направлениями расходов по-прежнему остаются расходы на социальную и культурную сферу образования, социальная политика, культура, физическая культура и спорт. На финансирование данных отраслей запланировано 1 миллиард 199 миллионов рублей, 77% расхода части нашего бюджета будущего года. Расходы бюджета по направлениям запланированы в следующем направлении. Образование 974 миллионов рублей, 62,5% расхода части. Социальная политика 203,4 миллиона рублей, 13% от бюджета. Культура, физическая культура и спорт 21,2 миллиона рублей, 1,4%. Я хочу акцентировать внимание, что этот процент в доле района не очень большой, потому что физическая культура и спорт относятся к полномочиям первого уровня. Соответственно, когда я буду озвучивать все параметры бюджета города Кингисепского, вы увидите, что именно на культуру и физическую культуру в городе Кингисеппе относятся значительное финансирование, как и в других сельских поселениях в городе Ивангороде. Национальная экономика и жилищно-коммунальное хозяйство 66,6 миллионов рублей. Это 4,3% от бюджета. Межбюджетные трансперты в бюджеты поселений. То есть из районного бюджета мы перечисляем для поддержки муниципальных бюджетов первого уровня 91 миллион рублей. 5,8% от целого бюджета. Принято решение об увеличении районного фонда финансирования поддержки поселений в 2016 году на 7,6 миллионов рублей в целях выравнивания бюджетной обеспеченности дотационных поселений. Это дополнительно мы еще выравниваем. Помимо того, что есть через нас трансферты, мы еще дополнительно выравниваем, еще добавляем. 3,7 миллиона рублей предусмотрено на оказание финансовой помощи. Это еще дополнительный источник, которым мы оказываем финансовую помощь поселениям на решение вопросов местного значения. Такая помощь пойдет, допустим, на проектную документацию, на прохождение экспертизы. Такая помощь пойдет в Аполевское, Котельское, Полилеевское и Куземский сельское поселения. Эти четыре поселения у нас не блещат своими собственными налогами, и, соответственно, мы их будем поддерживать. В расходной части бюджета в полном объеме запланировано финансовое обеспечение деятельности учреждений всех. Это оплата труда с начислениями, коммунальные услуги, содержание имущества. Я хочу вам напомнить, что несколько лет назад, если помните, мы с вами обсуждали, что некоторые расходы мы учитывали в бюджете 70-75%, ожидая поступления, новые поступления налогов в текущем году, в следующем текущем году, и потом все расходы добавляли, чтобы выдержать весь бюджетный год. То сейчас, в бюджете 2016 года, мы четко говорим, что полностью содержание всех объектов, вся коммуналка, школы, детские сады, все наши учреждения, полностью обеспечены коммунальными платежами, обеспечены все штатные структуры этих учреждений, обеспечены полностью заработной платой. Это очень уверенный и хороший показатель в, наверное, наше нелегкое время, в котором мы сегодня живем. В 2016 году планируется начало строительства школы в деревне Большая Пустомержа за счет бюджета Ленинградской области и бюджета района. Это о чем я вам говорил. Мы софинансируем обязательность района, такой закон Ленинградской области, строительство таких больших социальных объектов. Поэтому школа Пустомержа будет софинансироваться, в том числе и из бюджета Кингисепского муниципального района. В 2016 году запланированы бюджетные ассигнования на софинансирование строительства и газопроводов, которые будут строиться в Пустомержском сельском поселении и в Котельском сельском поселении. В общей ситуации мы хотим достичь цели, обеспечить природным газом в протяжении следующего, 2016 и 2017 года, 500 домовладений на территории этих двух сельских поселений. Также в составлении проекта смертной документации для вступления в государственную программу Ленинградской области по реновации учреждений образования по Ивангородской школе номер 2 Кингисепска спортивной школе «Юность. Дом детского творчества». Мы впервые на следующий год претендуем на региональную программу софинансирования капитальных ремонтов в наших учебных заведениях, потому что мы понимаем, что некоторые школы, как бы мы за ними не ухаживали, как бы мы не вкладывали текущий ремонт, делали, школы имеют возраст и другие учреждения, не только школы, более 50 лет уже, соответственно, мы должны эти школы останавливать и делать капитальный ремонт. К этому мы наконец-то подбираемся. Разработка проекта на ремонт канализации и всех сетей софинансирования на строительство КОС в лагере Бригантина. Это тоже проект, который мы уже два года мечтаем, что мы его сделаем. Наконец-то в бюджете 2016 года мы ушли эту работу, и в Бригантине будут построены свои собственные очистные сооружения. Ремонт помещений санузлов в детских, дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Ремонт и строительство теневых навесов в детских садах. Но эту программу мы постоянно, каждый год озвучиваем, что каждый год во всех учебных заведениях наших, ну, это программа, она касается всех учебных заведений, мы по очереди ремонтируем туалеты, ремонтируем в детских садах теневые навесы, и эта программа будет продолжаться до полного его исполнения. На вышеперечисленной цели предусмотрено в 2016 году 36 миллионов рублей. В 2017 году эта цифра выгодится доставка 9 миллионов рублей, в 2018 году она составит уже 55 миллионов рублей. Соответственно, это мы сделаем, мы каждым годом будем делать все больше и больше ремонтов в наших учреждениях, в основном система естественного образования. Это основное, что, наверное, можно сказать про бюджет района. Более детально мы будем с вами потом обсуждать расход средств, когда утвердим бюджет, как всегда, каждый год, наверное. После утверждения расшифруем адресно, какие объекты, какие работы будут делаться, и так далее, и тому подобное. Бюджет города теперь. Основные параметры на 2016 год. Город Кингисек. Доходы 255,6 миллионов рублей. Расходы 241,7 миллионов рублей. Профицит 13,9 миллионов рублей. Еще раз подчеркну, опять же, профицит будет касаться возврата кредитов и участия в новых программах, которые мы будем заходить, может быть, даже не планово, а по ходу реализации бюджета. Соответственно, на 2017 год и 2018 год бюджеты показаны с ростом, с небольшим, но ростом. Соответственно, мы планируем, что в 2018 году, как в районном бюджете, так и в городском бюджете, мы уже будем жить без заимствования. Мы надеемся, что доходная база нам позволит это сделать, и параллельно не иметь кредитов, и параллельно участвовать в софинансировании всех социальных объектов, которые мы будем строить на протяжении этих периодов. Собственные доходы бюджета города Кингисеппа в 2016 году составят 253,8 млн. рублей, это 99,3% доходной части из них. Налоговые доходы 143,5 млн. рублей, 56% в структуре бюджета. Неналоговые доходы 77,7 млн. рублей, 30%, чуть больше 30% в структуре бюджета. Дотации 32,6 млн. рублей, это 12,9 структуре бюджета. Налоговые доходы наибольшую долю составляет налог на доходы физических лиц, так же, как и в районе, это 106 млн. рублей, 74% налоговых платежей. Земельный налог 32,6 млн. рублей, это 23%. С 1 января 2016 года в бюджеты поселения не будет поступать транспортный налог. В связи с этим в бюджеты городских поселений увеличен норматив отчислений от НДФЛ на 3%. Это то, что я объяснял. Если какой-то налог у нас изымается в силу региональных законов и положений, то регулятором является подоходный налог НДФЛ, который мы получаем на нашей территории, выплачивая из своей заработной платы. Потери по транспортному налогу в 2016 году составят 29 млн. рублей, а увеличение НДФЛ составит на 24,5 млн. рублей. Поэтому увеличится дотация району на 8,8 млн. рублей. Конечно, хотелось бы, чтобы в будущем и район, и город были без дотации. Нам к этому надо стремиться, но это процесс не одного года. Наибольшую долю расходов 55% в 2016 году составят расходы на культуру, молодежную политику, физическую культуру и спорт. Это о чем я говорил, вы уловили сейчас. Чтобы 55% доходов города идет именно на культуру, молодежную политику, физическую культуру и спорт. Ну, это, я надеюсь, наши кингисепцы все видят по тому состоянию и объектов, и направлении развития спорта на территории кингисепского района. Хотя критике можно поддавать еще многое, что, но мы обязательно это учитываем. И на следующий год уже будут работы проводиться по новым ремонтам других объектов, которым еще не пришла очередь. На эти разделы запланировано 131,5 млн. рублей. Это 55% от бюджета. На дорожное хозяйство запланировано 27,6 млн. рублей. Это 11,5% расходной части бюджета. На жилищное коммунальное хозяйство и благоустройство запланировано 39,5 млн. рублей. Это 16,5%. В 2016 году предусматриваются значительные бюджетные ассигнования на оплату кредиторской задолженности за капитальный ремонт городского Дома культуры. Я поясню, что мы на самом деле по Дому культуры имеем еще задолженность. Эта задолженность постепенно нам не гасится. И надеемся, что на следующий год нам хватит средств не только погасить задолженность, но и в Доме культуры, то, что мы обещали. И мы уже это начали делать. Появится современнейшее оборудование на сцене. И звуковое, и светотехническое, и ряд других эффективных технических решений. И трупам, которые приезжают на наши мероприятия, и получать удовольствие кингисерцам от этих действий. Кроме того, запланированы бюджетные ассигнования на софинансирование строительства и проектирование газопроводов. В 2016 году 4,4 миллиона рублей, в 2017 году 4,2 миллиона рублей, в 2018 году 2,7 миллиона рублей. Три года мы будем находиться в программе Ленинградской области, в классификации Ленинградской области. И постараемся за эти три года запроектировать, где уже запроектировано, будем строить газопроводы в черте города Кингисепа. У нас есть еще достаточно большой объем территории, где газа нет, и это мы ставим в приоритет на следующие три года, чтобы эти газопроводы проектировать и строить. Об этом мы будем дополнительно, естественно, с вами на будущих пресс-конференциях это обсуждать и давать информацию нашему населению. В 2016 году запланировано средства на проектирование и строительство инженерно-инфраструктуры жилой застройки микрорайона Новый Луцк и проектирование инженерно-инфраструктуры жилой застройки микрорайона Южный в сумме 2,5 миллиона рублей в доле софинансирования. Мы также будем софинансировать с регионом эти проектные работы и доводить до ума всю инженерную инфраструктуру, потому что я уже говорил об этом не раз и можно сегодня опять же повториться, что на самом деле никогда не закончатся дорожные работы ни в каком городе, в том числе и в Кингисеппе, потому что ряд дорог, которые свежеисполнены, они стоят. Дороги, которые 3-7 лет назад построены, они приходят уже в очередь их ремонтировать заново или ремонтировать, или делать их капитальный ремонт. Соответственно, в городе Кингисеппе мы достигли уже очень хорошего показателя в центральной части, где многоквартирные дома, мы достигли очень хорошего показателя и на следующий год продолжим эту работу, но нам надо идти в частный сектор. Мы это понимаем и со следующего года, особенно в будущий период, в 2017-2018 году мы приложим все усилия, финансовые возможности бюджета, чтобы ремонтировать, асфальтировать улицы, пешеходные дорожки в наших микрорайонах, где проживают люди в частном секторе. В 2016 году должно быть завершено оснащение Дома культуры, но об этом я уже четко рассказал. На дорожное хозяйство в 2017 году увеличены ассигнования на 3,8 миллионов рублей, в 2018 году плюс 37,3 миллионов рублей. Поэтому я думаю, что именно то, что я сейчас говорил, оно как раз отражается уже финансовой поддержкой, что с 2017-2018 год мы значительно будем увеличивать ассигнования на дорожное строительство. В соответствии с проектом бюджета городского поселения в 2016-2017 году мы должны полностью рассчитаться с муниципальным долгом, про которым я уже говорил, который составляет сегодня 42,4 миллионов рублей. И в 2018 году году подойти без задолженности по кредитам. Это еще раз вот точка, то что мы запланировали с учетом 2018 года завершить заимствование полностью и бюджетных кредитов, и банковских. Виктор Иванович, помните, в одном из наших разговоров шла речь о том, что если мы будем строить новый фон на месте старого бассейна, по судьбе у США будет выделенность, если манижа будет несколько иной. Вот осмотрю здесь на ремонт у США в программе реновации, собираемся войти. То есть эти планы отодвигаются? Нет, нет, нет. Они никак не отодвигаются, они касаются безопасности, в первую очередь, потому что мы должны в юности поменять инженерную инфраструктуру. И она никаким образом не отражается на наших планах, и мы очень надеемся, можно повторить еще раз эту историю, мы очень надеемся, что мы войдем с приходом «Газпрома» на нашу территорию, строительство «Норстрин-2», нового газопровода на территории Кингисеппьевского района. Мы очень надеемся, что «Газпром» реализует две программы на территории Кингисеппьевского района. Это строительство футбольного поля в городе Ивангороде и строительство «ХОКО» в городе Кингисеппе. Поэтому мы будем надеяться, что с помощью правительства Ленинградской области мы все-таки дождемся реализации этих проектов, А в свою очередь будем помогать в этих проектах, их реализации, части инженерной инфраструктуры и того, что мы можем сделать на самом деле за счет собственных средств. Нам придется, наверное, принять решение о приостановке реконструкции ФОКа, объявить новые процедуры и продолжить это строительство уже на следующий год. К сожалению, это так. Потому что вот примеры электронных торгов, площадок, когда у нас есть очень хорошие примеры, когда приходят очень порядочные организации, с хорошей репутацией, и в основном это было практически всегда так. А в данном случае организация и никуда не убегает, и ничего не делает. Скажем так, что могла, сделала, наверное, и дальше они не в состоянии, на мой взгляд, реализовать этот проект. Поэтому мы заранее извиняемся перед кингисемцами, однозначно мы доведем этот проект до ума, но нам придется, подчеркиваю, придется расстаться с этой подрядной организацией.